здравствуйте друзья в этом видео мы возьмем самое популярное видео в иностранном английском интернете на тему кандиды и переведем его для того чтобы узнать как лечиться от кандиды заходим в youtube набираем how to treat кандида самое популярное видео будет доктора акса называется how to treat кандида in six steps открываем его у него практически полтора миллиона просмотров доктор акс food is medicine и сейчас мы здесь будем переводить я на доске написал название этого видео как вылечить кандиду за шесть шагов доктор акс подготовился заранее также на всякий случай можете запомнить себе английское слово акс это также переводится как топор и топор это хороший инструмент который нам тоже поможет в бою с кандидой итак начинаем будем переводить то что рассказывает доктор акс доктор акс как вылечить кандиду за шесть шагов здравствуйте друзья доктор акс здесь доктор функциональной медицины и основатель сайта доктор акс точка ком сегодня я собираюсь рассказать вам о диете лечение и добавках которые помогут вам очистить тело от кандиды это то что я называю моей шестишаговой программы по исцелению от кандиды и вы увидите поразительные результаты позвольте мне рассказать вначале что такое кандида кандида это чрезмерное разрастание грибка и патогенных бактерий в теле в теле человека из-за которых могут быть серьезные проблемы некоторые симптомов кандиды могут включать в себя разные виды хронической усталости если вы если вы боретесь с хронической усталостью или надпочечной дисфункции это может быть связано с кандидой также могут быть проблемы связанные с синдромом дырявого кишечника синдром дырявого кишечника это кишечная проницаемость при которой белки типа глютена могут просачиваться через кишечник и вызывать в теле воспаление если у вас есть аллергия на какие-то продукты или имеются проблемы с пищеварением например газообразование или вздутие если есть проблемы связанные с щитовидной железой все это может быть признаками кандиды если у вас есть грибковые поражения например белый налет на языке или если вы когда-нибудь имели хронические грибковые поражения на теле или если вы часто заболеваете простудой или гриппом также с кандидой могут быть связаны и другие проблемы с пищеварением например синдром раздраженного кишечника или хронический понос или запор или даже кислотный рефлюкс это когда кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод вызывая изжогу все это признаки кандиды и последнее но не менее важное это медленный метаболизм если вы теряете вес если у вас не появляется подкожно-жировая прослойка и при этом вы чувствуете что это не нормально на это тоже стоит обратить внимание также может быть плохой запах изо рта организм не успевает выводить токсины это были несколько главных признаков кандиды и так вот шесть шагов чтобы быстро избавиться от кандиды номер один вы должны прекратить употреблять так много сахара думаю что это очевидно как я понимаю многие из нас осознают что сахар кормит грибки в организме вы должны отказаться от рафинированного сахара фруктовых соков любых видов подсластителей даже большая часть фасованных продуктов и фастфуд также содержит большое количество сахара даже продукты продукты типа соусов для паст печенье типа крекера вы будете удивлены но сахар добавляется почти везде исключите особенно рафинированный сахар из вашего питания в качестве заменителя я рекомендую использовать небольшое количество стевии это натуральный подсластитель в котором нет калорий то есть нет углеводов и еще от 1 до 3 чайных ложек в день манука меда это мед пыльца которого собирается с новозеландского чайного дерева кустарника манука только такие подсластители вы можете использовать если у вас кандида шаг номер два вы должны исключить зерновые из вашей диеты почему потому что при пищеварении зерна превращаются в сахар в сахара и также они имеют склонность вызывать воспаление исключите особенно продукты из пшеницы и зерна содержащие и зерна содержащие глютен вместо них употребляйте больше овощей и может быть немного и может быть немного хороших крахмалистых углеводов каких именно об этом дальше шаг номер 3 нужно помочь работе селезенки здесь я расскажу важную информацию с которой многие не знакомы пришла она из древнего китая сейчас ее можно сейчас ее часто используют иглотерапевты они узнали что самая главная причина появления кандиды это ослабленная селезенка если с ней имеются какие-то проблемы селезенка отвечает за нормальное пищеварение производство красных кровяных клеток эритроцитов селезенка очень важный орган чтобы поддержать есть несколько принципов которым нужно следовать селезенке хорошо помогает крахмалистая пища особенно тыква также продукты типа батата это сладкий картофель тыквы баттернат это вытянутая небольшая тыква некоторые виды бобовых типа чечевица и маша нужно употреблять некоторые из этих хороших крахмалистых углеводов небольшое количество тыквы баттернат тыквы аккорн этот это круглая тыква пища которая имеет такой очень умеренный сладковатый вкус и только такой вид сладости вы можете получать на этой диете повторю снова без рафинированного сахара и также с очень маленьким количеством фруктов другой замечательный способ поддержать селезенку это пить чай из ячменя вы можете купить обжаренный чай из ячменя на амазоне ячмень это лекарственное растение номер один который действительно помогает селезенке если употреблять его в виде чая шаг номер четыре нужно помочь работе печени печень отвечает за утилизацию токсинов печень оказывает решающее влияние и поддержка печени в плане детокси детоксификации при избавлении от кандиды очень важно хорошее воздействие на печень оказывает кислая пища употребление большого количества богатой пробиотиками пищи кислых продуктов продуктов типа ферментированного в течение от 24 до 29 до 29 часов кефира также ферментированных овощей типа квашеной капусты и кимчи яблочного уксуса употребление такой пищи замечательно поможет печени что в итоге поможет избавиться от кандиды шаг номер пять нужно поддержать кишечник и тонкий и толстый кишечник и в этом поможет горькая пища продукты которые по природе горчат продукты например такие как кейл это кудрявая капуста руккола корица имбирь и некоторые спицы и некоторые специи типа куркумы употребление горькой пищи и горьких трав очень хорошо помогает работе пищеварительного тракта римский салат это если я не ошибаюсь салат латук еще один хороший вариант я рекомендую чтобы вы добавили в вашу диету некоторые из таких горьких продуктов шаг номер шесть и последнее но не менее важное вы должны употреблять пробиотики один из ключевых принципов преодолений кандиды это устранение сахара и зерновых чтобы грибки в теле голодали и затем в то же время когда бактерии и грибки отмирают нужно заполнять их место полезными бактериями важно с питанием получать пробиотики хорошего качества я бы порекомендовал принимать двойную или тройную дозу пробиотиков пока вы очищаетесь от кандиды или пока вы находитесь на противогрибковой диете программе в течение как минимум 30 а может быть и 90 дней и последний совет бонус который я хочу здесь дать очень часто люди принимают противогрибковые препараты медицинские или даже просто пищевые добавки от кандиды и я хочу сказать что на самом деле это не помогает устранить главную причину кандиды обычно для излечения от кандиды важно следовать противогрибковой диете и поддержать органы о которых я говорил селезенку печень и особенно тонкий кишечник но в некоторых случаях в течение небольшого периода от 10 до 14 дней вы можете принимать натуральные противогрибковые препараты например масло орегано орегано это душица экстракт косточек грейпфрута чеснок другие эфирные масла также могут хорошо работать вы можете принимать эти средства но не дольше чем 10-14 дней но самое главное при этом это следовать диете если вы если вы сможете следовать этим советам я гарантирую что вы увидите отличные результаты вычищение организма от кандиды еще один последний совет не ешьте много холодной пищи холодная пища как правило плохо влияет на селезенку и может вызвать рост кандиды в теле лучше употреблять много теплой пищи например суп из мяса на косточке это тоже очень хорошо помогает при избавлении от кандиды друзья с вами был доктор акс с моими лучшими советами потому как потому как очиститься от кандиды и если вы хотите узнать больше моих рекомендаций природных лекарств и способов исцеления подписывайтесь на мой канал на youtube и посетите мой сайт док док др акс . ком друзья вы прослушали перевод специально подготовленный для канала антон самокат и я еще желаю вам посмотреть все таки если вы даже не знаете английский язык немножко посмотреть видео доктора акса и посмотреть какой энергетикой он обладает он даже немножко приподнимается на ногах когда рассказывает видео и видно что энергии в нем много действительно человек как мне видится очищен от кандиды ну что же на этом вырушившись так сказать топором а теперь можно идти за более совершенным здоровьем захватывать более совершенное здоровье ощущаться от грибков воевать с ними и я желаю нам всем в этом успехов благодарю за внимание всего самого доброго